Роберта Киосаки А слева мы видим Юрия Каспарова, который на тот момент являлся топ-лидером компании Amway. Роберт Киосаки издал свою книгу «Богатый папа, бедный папа» в 1997 году. Популярность пришла к нему далеко не сразу. И в 1998 году, то есть год спустя, он еще не был настолько популярен и известен как сейчас. И на одном из вебинаров я задал Юрию Каспарову вопрос, как же так получилось, что он был знаком с Робертом Киосаки уже в 1998 году, хотя даже среди американцев Киосаки еще не был так известен. И вот что рассказал Юрий Каспаров. Ну, в 1998 он уже, Декстер прочитал, это хороший вопрос, Декстер прочитал его книгу, как Роберт Киосаки распространял. Очень скромно. Он же не писатель. Он на свои деньги выпустил маленький тираж. И у него были как бы друзья, родственники, кто-то магазин имел, кто-то, я не знаю, булочную имел, кто-то еще пиццу имел, кто-то чайниз имел, а кто-то заправку имел. И он вот так вот развозил по 20 книг, 25 книг и говорил, старайтесь продать. А, допустим, человек имеет газолин стейшн, он говорит, а как я продал, у меня газолин. Он говорит, а вот тебе дают 20 долларов, а ты должен ему сдачи дать, да, 7 долларов. А ты скажи, у тебя мелких денег нету, а вот книга есть. Да, и вот так один Даймонд, Брайан, я его лично знаю, и он увидел богатый папа, бедный папа. Он бизнес заправлял, там ехал на презентацию проводить семинар. И он взял эту книгу, прочитал, она ему понравилась. Он дал своему спонсору Дабл Даймону, а тот своему спонсору Декстеру Ягеру. Декстер говорит, почитай, вот все, что ты говорил, в этой книге написано. А Декстер, все уже успешные люди, они, ну, как тебе объяснить, психологию успеха все успешные люди знают. По-другому скажу. Принципы. Да, принципы. Да, вот по-другому скажу. Принципы успеха все успешные люди знают. И поэтому, когда Декстер читал, ну, все, что Декстер меня учил, там было все написано. И все успешные люди, они как бы... И поэтому Декстер начал его пригласить к себе и сказал, у меня типографии есть. И давай выпустим это миллионам тиражом. И у меня конвеншены по всей миру проходят. И я буду тебя посылать, и ты будешь там рекламирует свою книгу и говорить, как важно работать над себя. Потому что что Роберт Киасаки учил? Вы работаете на босса, ваш босс процветает. Ну, это мы с тобой знаем. Вот. Работайте на себя и так далее. И вот он рекламен... Очень был скромный спикер. Вот эта фотография, которую ты видел. 98-й год. Это женщина, знаешь, увидели... Он мне книгу подписал и говорит, мы хотим, чтобы он нам книгу подписал. А мужчины ко мне подходили с претензиями, говорят, а кто его пригласил? Юра, когда ты говоришь, все наши люди эксайден, возбуждены и хотят в бой рянуться. А когда Роберт Киасаки говорил, это была одна из первых его публичных выступлений, он говорит, половина заснули, половина вышли в коридор покурить. Говорит, кто его пригласил? А я им объясняю, что он же не строил никакие организации. Как вы можете его сравнивать со мной? Вот. Он просто хорошую книгу написал, хорошую... По-простому, понимаете? То, что Декстов всегда учил. Keep it simple, keep it simple. Хотя Роберт Киасаки является профессиональным инвестором, а не сетевиком, в своих книгах он неоднократно высказывался позитивно о сетевом маркетинге вместе с Дональдом Трампом и говорил о том, что для многих людей именно сетевой маркетинг является оптимальным способом для построения международного бизнеса и достижения успеха. Поэтому нет ничего удивительного в том, что книги и идеи Роберта Киасаки стали очень популярны именно среди сетевых предпринимателей. Юрий Каспаро, в свою очередь, имеет 30-летний опыт в сетевом маркетинге и благодаря этому огромному опыту он стремительно продвигается по карьерной лестнице за считанные месяцы, достигнув статуса Даймонд. Если вам было бы интересно познакомиться с человеком, который лично знает Роберта Киасаки уже 25 лет, если вам хотелось бы работать в команде настоящего профессионала, добро пожаловать в нашу команду. Свяжитесь со мной по указанным здесь контактным данным. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.